Здравствуйте! Мы продолжаем обвешивать силовым оборудованием RIF LADU NIVU TRAVEL И сегодня мы будем устанавливать на нее новый силовой бампер Так называемой легкой серии Установку мы сейчас подробно покажем Как обычно, есть свои нюансы, о которых лучше знать заранее Если будете устанавливать его самостоятельно Здесь полностью выложен весь комплект, который идет в продажу То есть крепеж, кронштейны Но есть один элемент, о котором надо сказать отдельно Вот он Это фаркоп То есть квадрат под фаркоп Со своим кронштейном установочным Который ставится в паре с вот этим бампером Но дело в том, что в комплект с этим бампером Этот фаркоп не идет Это опция Его надо докупать отдельно, если он действительно нужен Если он не нужен, бампер можно купить вот в таком виде При этом отдельно на машину он не ставится Он идет только под установку с бампером Потому что он завязан в единую силовую конструкцию Один из плюсов данного бампера в том Что мы традиционно ставим эти бамперы поверх штатных И при этом переделки штатного бампера Под установку силового изделия РИФ Минимальные То есть буквально немного расширить некоторые отверстия Мы сейчас все подробно покажем Штатный бампер для установки кронштейнов Придется доработать немного Нам придется расширить вот это отверстие И такое же вырезать вот здесь Мы здесь 20 миллиметров удаляем, расширяем Для этого используем фрезу на 40 миллиметров 40-42 миллиметра Ей засверливаем И вот этот кусок потом болгаркой выпиливаем Делаем такое простейшее лекало из листа бумаги Упираем угол вот сюда, он в бампер Раз, точка А вот здесь мы прокладываем лист бумаги Вот здесь идет вот такой же лобок по касательной И здесь такой же, вот по его касательной вот так и проводим И изнутри очерчиваем вот этот вот контур Так, занимаемся фигурной резкой И берем где-то миллиметр с запасом Дальше мы это лекало, соответственно, переворачиваем Чтобы у нас получились зеркальные отверстия слева и справа Размечаем Углы засверливаем фрезой И дальше вырезаем или ножом, или болгаркой Одним из ориентиров реза Вот эта грань по ней Ну и дальше с помощью линейки просто сверить Посмотреть, сколько вот здесь получается И сколько здесь И если надо, то подрезать Для установки кронштейнов нам придется немного посверлить Это штатная конструкция Вот здесь Под мастикой, которую надо будет отковырять Есть вот такое вот штатное отверстие с резьбой М10 на 1.25 шаг Вот отверстие штатное И вот еще два Что мы делаем? Мы засверливаем вот здесь и вот здесь Сверлом на 12 миллиметров Насквозь просверливаем, выходим в багажник Поэтому надо из багажника все убрать Все ковры, все, чтобы штамм чего-нибудь не просверлить И когда мы сверлим отверстие вот здесь снизу То есть мы проходим насквозь Всю конструкцию кузова Для чего это надо? Будем завязываться, крепить еще из багажника частично кронштейн И при этом, когда мы сверлим Стараться надо, чтобы сверло Шло максимально вертикально Не заваливать его никуда При этом из вот этих четырех отверстий Мы вот это вот не используем Мы используем только раз, два, три Вот эти два засверливаем Со стороны глушителя то же самое Приходится идти вот на такие ухищрения По креплению кронштейнов Потому что, ну вот, сами видите конструкция Штатная лонжеронов Но, в общем, все такое не очень внушительное Поэтому приходится выдумывать, как завязаться, закрепиться Чтобы все это более-менее надежно держалось Перед сверлением отверстий нам надо поднять все ковры В багажнике Вот этот, вот этот ворс Вот у нас с одной стороны два отверстия Раз, два А вот с правой стороны есть нюанс Нам надо еще перед сверлением снять защитный кожух горловины бензобака Чтобы не просверлить его Потому что отверстие сверлится под ним Вот одно и вот второе Дальше начинаем устанавливать вот такие вот пластины Которые у нас будут притягиваться через эти отверстия кронштейн С учетом того, что все-таки отверстия могут быть просверлены и совсем ровно сверлом Сделаны вот такие прорези В пластинах, чтобы можно было ими немного поиграть И устанавливаются вот так В комплекте идут, естественно, удлиненные болты для крепления Короткие мы ставим сюда Удлиненные мы ставим вот сюда Вот для чего на них вырезы Для того, чтобы можно было немного поиграть по длине Вот это остается в салоне То есть застеваются ковры и их, в общем-то, не видно Начинаем устанавливать кронштейны бампера И мы его сначала устанавливаем и наживляем на то отверстие, где есть штатная резьба Так заводится кронштейн Повторяю форму лонжеронов И прикручиваем его в первое штатное резьбовое отверстие Это первый, наживили Вот так завели мы сверху болты из багажника И их здесь закручиваем Крепеж поджимаем, но не затягиваем весь Надо будет еще на нем подвигать бампер Кронштейн крепится каждый в трех точках Если мы устанавливаем задний бампер с фаркопом То фаркоп прикручиваем к бамперу сразу А не после установки бампера Прикручивается он снизу Болтами, которые идут к нему в комплекте Все, мы подготовили Бампер устанавливается вот так Ложится вот этой плоскостью на кронштейн Не снизу, а сверху Далее бампер наживляем, но не затягиваем Относительно кронштейнов смещаем его до упора назад Вот так Начинаем подтягивать Выбираем все зазоры Но не затягиваем бампер окончательно Сначала надо будет протянуть кронштейны На кузове И уже после этого окончательно затягиваем Болты на бампере После того, как мы повесили бампер На кронштейны Подтянули их, но не затягиваем Мы можем подвигать бампер Немного Играя зазорами Чтобы вот здесь выставить зазоры За счет того, что сохраняет подвижность кронштейны На кузове И вот после того, как мы уже эти зазоры выставили Мы затягиваем кронштейны на кузове И потом уже протягиваем кронштейны бампера Вот эти болты Мы тянем без фанатизма, что называется Когда чувствуем, что вот уже пошло сопротивление Уже начинается так Деформация пола Прекращаем, потому что не надо перетягивать И возможно понадобится немножко подрезать вот этот кожух Для того, чтобы он сюда встал И дальше здесь установка закончена Все, бампер установлен Он вписан в дизайн так, что в общем На фоне штатного, например, черного бампера Его практически так сразу-то и не видно Не бросается в глаза Но при этом функционал силового бампера Весь на месте Данный бампер защищает штатный бампер На это у нас работают Трубы со стенкой 2,5 мм Вот эта конструкция Это 4 мм А крепежные кронштейны Это уже 6-мм сталь Так что крепеж Очень мощный И конструктив достаточно прочный Чтобы выполнять функцию силового бампера Буксирные проушины В дополнении к штатным Штатный мы, кстати, оставляем Но этими пользоваться удобнее Если сюда повесить массивный шарик Не надо лезть вот сюда Привязывать трос Потому что штатное расположение буксирных проушин Особенно задних На Ниве Тревел Оно не самое удобное Здесь все это намного удобнее И намного крепче Буксирные проушины будут держаться Потому что точек крепления у бампера Определенно больше И держится бампер явно крепче Чем вот эти проушины Так что вот за эти проушины Уже можно дергать чуть смелее Потому что с Нивой и Ниве Тревел Всегда вот этот вот момент Немного боязно дергать Сильно за штатные проушины Чтобы не оторвать что-нибудь Вот эти окна у нас Для того, чтобы заводить сюда Клюв хайджека То есть мы поднимаем машину за бампер Вот здесь Установлен фаркоп Установлена розетка Для подключения прицепа Все, бампер готов к эксплуатации Все подробности по нему Цены Где заказать Все это будет по ссылке в описании Субтитры сделал DimaTorzok